хорошего я поставил вчера заряжаться аккумулятор и посмотрите до сих пор еще горит красным то есть он еще до сих пор заряжается хотя я помню старые аккумуляторы которые я приносил на зарядку они заряжались буквально за сутки тут два варианта или он не берет зарядку но я посмотрю еще я буду ждать или значит действительно он полностью высосан так что вот он набирает энергию пускай работает эта штука продолжится горячие но ничего страшного пускай заряжается у нас вчера шла очень грязная вода прямо из под крана вот прям не знаю что там было то ли из труб что-то то ли какой-то ремонт делали в общем короче я решил что я сейчас наберу просто воды для того чтобы провести утренние процедуры там почистить зубы потому что вот этой водой не очень я хочу ребята у нас у нас начался дождь но это хорошо потому что сейчас быстро видите растаял весь снег и прибила пыль то есть сейчас машина у меня вся пыль все то есть прибьется все сойдет два дня будет идти дождь а потом будет плюс и все 8 ты это не может соответственно не радовать а у нас уже смотрите цветочки видите уже даже отросток пошел видите вылезла вот лепесток это мама у меня уже сажает цветы это фиалки там еще в общем готовимся уже к даче готовимся к даче потому что скоро начинается дачный сезон вот поэтому соответственно готовимся а вы тоже готовитесь к даче ну кто-то уже высаживает перцы помидором и перцы помидоры не сажаем но вот цветочки мама уже посадил показывают этот дом видите в зелененьким таким сделан слушайте как быстро его сварганили вот по моему буквально пол месяца назад там еще не хватало несколько этажей и уже построен целиком весь дом то есть сейчас они занимаются отделочными работами вот внизу еще я вижу что там сейчас происходит отделка подъездов там и так далее это установка дверей стекла по моему уже поставлены на всех этажах кроме лестничных проемов я это все к чему говорю ребята слушайте как быстро строят дома я вот помню ну не помню вернее а видео смотрела и мне мама рассказывала что раньше вот строили дома вот наш дом например строили так его строили там ну не знаю но не за один год года три это минимум наверное строили питон клали все так тщательно все это делала сделать а сейчас что вот этот дом склепали но наверное за год если даже не меньше и вот эти дома сейчас будут скоро готовы на чет пока подзабили немножко представьте с какого качества вот в этих домах уже люди жалуются здесь будет тоже самое писать какие там толщина стен все же будет слышно жесть какая-то лишь бы построить а как строить это вот карточные домики ребята это жесть какая-то мало того что здесь все застроили теперь у нас здесь будет не солнце мы ничего не увидим вот раньше вот за этим домом видна была набережная мы могли за набережной наблюдать даже было видно как речные ходят всякие там трамвайчики пароходики вот это все сейчас ничего не видно ну летом у нас здесь все зарастает листьями пока эти деревья есть поэтому нам не видно вот сейчас конечно это банду все застроено там там мы не увидим больше никогда салюта а здесь мы не увидим да кстати ребята в этом году вроде как сказали что будет полноценный парад 9 мая и будет бессмертный полк ребята я просто вот у меня гордость у меня прямо уже такое желание потому что в прошлом году я расстроился а в этом году вот реально ребята для меня 9 мая это самый главный праздник особенно бессмертный полк я прямо чувствую какую-то гордость когда я иду с транспарантом да где фотографии моего дедушки и бабушки вот прямо для меня это гордость поэтому если в этом году ничего не отменит я обязательно ребята пойду но вам конечно же все покажу поэтому ребята кто ходит бессмертный полк если в этом году все состоится готовьтесь питер москва другие города мы выйдем пойдем пройдем несмотря ни на штук ну что ребята позвать дозвонился я все-таки в суд это вообще писец это вот просто вообще а когда вы отправляли а какое постановление но я назвал фамилию все ну давайте тогда я не знаю то ли что в общем видимо она получила этот конверт но судя по всему она даже не собиралась его наверное отправлять а если и собиралась то это было бы наверное со скоростью черепахи в общем итог давайте вы приедете к нам сами ягода не вопрос я бы уже давно да вот ребята вот как вот вот как только я начинаю снимать так сразу начинают пожарные куда-то понеслись о господи а куда это не на разворот куда-то господи опять где-то что-то горит квартира похода смотрите видите у них это вышка а это не в новые дома интересно сушки дачу такое но очень ладно вы дай бог что все было хорошо ну и в общем короче говоря договорились на завтра завтра я еду опять на садовую соответственно и забираю это постановление там же наверное я по поводу жалобы скажу ребята мне как вам жалобы по почте опять отправлять или можно здесь прямо вам ее оставить ну на обжалование потому что ну как вот короче завтра будем этот вопрос решать я еще почему согласился на завтра потому что договорился вернее потому что дождь на улице и сегодня ну никак не хочется он еще одна пожарная несется смотрите вон оттуда сейчас покажу ой ребята там что-то случилось серьезный вопрос где они раз пошли на разворот значит это наверно в новых домах где-то что-то сейчас посмотрим куда они там поедут так что вот ребята похрену всем абсолютно вообще вот сиди а кстати мне написал молодой человек который тоже снимал видео на youtube его тоже задержали 23 но запрашивал материалы дела а ему перенесли суд в общем тоже вы вынесли постановление 4000 рублей вот он мне спрашивал про апологию протеста обращались ли вы или что не я смотри ка он смотрите к вам просто мигает но не едет там еще какая-то едет машина что-то пожарных много туда едет ребята что там случилось а вот эти 2 еще пожарные там что-то реальность а вон еще одни ой ребят пойдемте посмотрим что там ну вот смотрите ребята видите к новому к новому дому там пожарные смотрите вторая третья вон и оттуда еще едут вон еще две и они смотрите видите они с этими как его с вышками ну с лестницами значит и где-то квартиры а чё-то я не вижу что где-то дым был всех уехали ложная тревога что ли было но вроде этим дымом не пахнет если так что-то сильно горит они от смотрите-ка стоят стоят где-то что-то задымилась может мусорка горит хотя зачем вам вышка нет но раз позвонили раз приехала вон еще едет и раз приехали три не скоте 334 и вон там еще 5 едет он еще 5 и смотрите то есть получается 5 интересно не они чет потихонечку уезжают ложный вызов на новый слава богу чтобы ложный вызов нет конечно понимаешь ты их отвлекли от важных дел но лучше пусть это будет ложный вызов чтоб ничего не горелось куда уезжают все это был наверное ложный вызов я тут занимаюсь уборкой в комнате пришла мне смс очка от сбера деньги мне будут зачислены в течение трех дней с сбербанком вопрос решился быстро спасибо большое ольге николаевне сбербанка по-моему ольга николаевна и зовут вот за потому что по 900 по номеру я звонил толку 0 а вот оператор подала заявку и все получилось спасибо огромное так что будем ждать зачислений я понимаю что это небольшие деньги но ребята с каждого ну извините выйдет кругленькая сумма это вот как бы свои деньги я имею правду он вижу отсюда машинка уже чистенькая дождик прошел все хорошо все чисто все красиво так что вот ребята вот такие вот дела ну хоть что-то радует а с почты все с почты никак с почты облом так что вот что аккумулятор благополучно зарядился потому что я вчера уже честно говоря думал что он просто не принимает зарядку пошли вторые сутки лампочка горит до сих пор красным думаю не берет зарядку сегодня где-то часа в три ночи встал водички попить смотрю горит зеленым аллилуйя все внешний комплит в общем я ее выключил пусть не стоит когда уже сейчас у нас видите на улице сейчас я вам покажу что у основном вот что у нас творится на улице понятно что сейчас я на ней ездить никуда не буду дождь но это хорошо сейчас прибьет всю грязь всю пыль где был снег он автоматически весь растает вот от этого всего потому что на улице плюс 6 и вот со следующей недельки обещают уже нормальный плюс то есть будет уже на повышение 67 и выше и вот там уже я займусь машиной я ее отвезу на мойку там помою внутри там все посмотрю пыльку все все протру вот там кстати на на той стороне на стоянке тоже стоит шкода все зиму женщина убирает на стоянку на на зиму и она стоит наверняка тоже у нее аккумулятор вот не ездила ни разу еще вот так что такие вот делишки все со следующей недельки начнем на машинке есть потому что надо будет ехать за запчастями за ретро запчастями там бензину привезти ночью много дел будет поэтому будем вот так вот и все моменты летел всем привет у нас сегодня холодно вообще что-то вроде написано плюс 6 а ветер такой пронизывающая я еще подстригся мне на голове теперь волос мало холодного сразу так замерзла в общем все отправляемся в суд забираем постановление там я узнаю елку выкинул все люди сдались не выкинули елку 1 апреля какие праздники сегодня какое число но 1 апреля еще это видео выйдет очень поздно поэтому сегодня 1 апреля 1 апреля едем сейчас опять на садовую сейчас пока завтракал читал комментарии в контакте под одним постом значит в питер невозможно не влюбиться он ворует сердца и там значит по мосту идет а боярский и лупян женой боярской жены какие люди пишут комментарии ну про боярского это понятно отдельно так тема что машину люди пишут питер это холупа деревня гетто загожу к людям которые это пишут на страничку посмотреть хоть откуда они думаю мало ли может откуда-то из села какого нет из питера мне вопрос а если тебе не нравится жить в питере то какого хрена тут делаешь мне вот нравится и все и я не собираюсь туда никуда уезжать так что ребята такие дела так вот вроде на солнце жарко поехали сейчас метро пусть никакие какие-то самокаты стоят электрические можно здесь такое яркое солнышко но ветер все равно прохладно на солнце тепло времени сейчас 15 минут третьего некоторым часам поэтому я торопиться не буду вот даже вот сейчас раскрываешь чувствую что ветер что вот сейчас ехал в метро сушить и сел какой-то парочка не русский доли под лутиратом то ли под чем они не знаю всю дорогу орали еще только нет потом значит вагон встал долго долго стоял там счет парады говорили а послезавтра же будет годовщина теракта в метро так страшно вот а здесь я слышал девушка за мой какой-то приличный ответ и думаю чего ему нужно от меня денег хотел попросить какой-то хэсбургер так что вот она пойдемте потихонечку в принципе недалеко торопиться особые ну что ребята вот вот этот вот конверт злополучный который уже месяц блуждает по санкт-петербургу вот этот конверт я должен был получить 19 февраля сегодня на секундочку уже 1 апреля то есть получается вот этот конверт на почте гулял практически два месяца где он был непонятно в общем она просто его открепила от вот этого бланка уведомлений я в бланке уведомлений написал что получил я его 1 апреля она даже не распечатаны то есть как бы ну по факту они бы мне бы его отправили обратно то есть почты опять же это же но она бы еще шло там не знаю сколько в общем на вопрос что делать с апелляционной жалобой она скажу я говорю можно прямо здесь написали на это отправляйте по почте сегодня у нас четверг завтра мне будет наверное никогда там получается два четыре дня шесть еще в понедельник короче говоря я все это к понедельник подготовлю потому что это еще нужно подготовить это нужно написать и в понедельник я уже заказным письмом отправлю эту апелляционную жалобу надо нормально ее составить написать в двух экземплярах и в понедельнику я ее отправлю все вот вот это вот нужно было ждать два месяца и все из-за того что почта россии не работает вообще абсолютно вот поэтому ну вот это вот единственное что а вот тут что написано сейчас ребят я посмотрю я просто не распечатал а вот возвращается за истечением срока хранения то есть вот этот конверт я вот этот конверт тоже от кассир копирую и вместе с этим конвертом я все это отправлю уже в суд наш районный когда будут отправлять жалобу на исковое заявление на почту россии так что вот плата за пересылку 98 рублей то есть тут еще на меня потратился и вот здесь видите в моя фамилия и мой адрес перечеркнут потому что они его не получил вот так ладно придем домой раскроем посмотрим составим жалобу и в понедельник тоже ребята не понимаю как это работает прихожу охраннику говорю мне назначено три часа к секретарю получить постановление он пошел спросил мою фамилию меня спросил фамилию пошел узнал да ему сказали чтоб меня запустили он взял данные паспорта все проверил спросил есть ли колющие режущие я игорь проходить прохожу к секретарю на готовы кто ну как так то смысле я кто я тут только что а ну да ну ждите не понимаю как то все работает также все навалено все какие-то конвертики коробочки сами не знают где чё лежит хорошо таким дела что на улице стало намного теплее как меня сейчас парень напугал это ужас стоит парень такие белые волосы пьет чай или что-то чай видимо по кисть просто стоит тут резко коня поворачиваться как закричит заходи поешь недорого там шаверма по 150 рублей я говорю господи ты меня так напугал что я уже ничего не хочу не она в каком-то подвале есть шаверму неизвестно как не я в таких я если ем шаверму я ем я только в проверенных точках потому что раньше я возил людям шаверму знаю чуть такое где это можно брать а вот таких вот проверенных точках здесь не беру а сейчас я еще хочу зайти в метрополь посмотреть если там булочки с маком есть место взять собой домой слушайте так смешно с этими булочками булочки с маком есть как раз три штуки три булочки значит я стою в очереди думаю сейчас я как раз и заберу а впереди меня стоит мужчина и значит а можно мне одну булочку с маком и одно там что-то еще я-то думал у них еще есть она ведь булочка осталось только две они еще и подорожали они были по 40 рублей а сейчас уже по 69 но это неважно и сзади меня женщина стоит после меня уже подходят мне булочку с маком она а нету то есть кончились видимо булочки очень быстро разбирать так как они вкус пирожных навалом всяких пирожные какие дорогущие стали мать моя женщина помню раньше пирожные там ну стоили ну сейчас 200 250 ну то есть как бы одну пироженку и кофе то выйдет почти ну почти пятихатка ребята ну как так то вообще дожили до такого времени ну ладно хоть две булочки маме самое главное очень любит вот поэтому ей все сейчас на автобус и домой сейчас слежу youtube смотрю звонок в двери думаю странно кто может прийти 8 часов уже как бы девятый а это пришел мужчина позавчера мне по моему писал или вчера по объявлению швейной машинке я же не так и и так и не продал вот я вам видео снимал там по швейной машинке женщина отказалась покупать в общем все все нормально все в порядке он забрал если что ему надо было до машины дотащить моему бечевкой обмотали и он ее забрал вот не знаю он ее так ну посмотрел буквально там пару секунд не знаю для чего она ему нужна то ли запчасти нужны то ли не знаем ну мы проверяли эта машинка ценности особо никакой не стоит их таких навалом может на барахолку отдает а может он покупает за 1000 рублей например и сдает металлолом а наш много весит может но по его виду по его лицу видно что он такой вот по ретро перекупы такой знаете как вот эти вот антиквариаты вот продает по лицу вот я определяю людей скорее всего ну забрала слава богу мне еще проще все потихоньку все раз продаю потому что нет ну он мне он сначала так намекнул там а там что-то вроде 800 рублей было на юле написано я говорю на это с какие-то допы скидки я говорю нет 1000 рублей нет значит я говорю мне просто даю металлолом сдать нахрен металлолом и это же надо было может быть действительно металлолом сдать так бы больше даже получилось потому что она тяжелая зараза такая ладно забрала забрал все так что ребята вот такие дела с удачной продажей я долго думал что это такое мигает а это ребята самокат электросамокат час я закрою потому что что холодно электросамокат называется он то ли в уж то ли хуш как то вот так вот у меня скачано приложение но дело все в том что это очень дорого как как мне кажется значит аренда 50 рублей и каждая минута не 25 рублей то есть грубо говоря 10 минут покататься это стоит 250 рублей ну слушайте по моему такси можно уехать за такие деньги другой конец города сейчас по нынешним временам если бы это стоило допустим там я не знаю рубль минута одно дело когда 150 не знаю короче говоря ну вот такая вот тема я вот известно убейте бог не понимает как он заряжается вот он что-то горит у него там а как он заряжается он в сеть не подключен раньше они были замотаны такими знаете электрозамками сейчас просто стоят вот я сегодня был на садовый на сеной там их куча целая стоит разных причем хуш есть и другие фирмы как он заряжается ребят я не знаю может вы знаете я нет